Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 552, тема взаимоотношения. Чем, на ваш взгляд, отличается смирение от лжесмирения? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Прочтем несколько мест из Святой Библии. Что нам Бог скажет о смирении? Люди многие хотят, чтобы о них писали, говорили, показывали как образец. Но у славы есть скрытные замыслы, говорит Иоанн Златоуст. Чем более человек гонится за славой, тем дальше она от него убегает. И чем далее убегает от нее в смирении, тем сильнее она прижимается к нему. Притчи 15, 33, 18, 33, 22, 4. Страх Господень научает мудрости, и в славе предшествует смирение. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. 5 508 лет Бог готовил сосуд благодати для рождения сына своего возлюбленного. Богородица Дева Мария была полна всех добродетелей. Но когда пришло время исполнения обетований, она сама отметила в себе только одно – смирение. Столь велик этот дар, Лука 1, 48, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Смиренный, с полным упованием, во всем полагается на Бога. Бог дал, Бог и взял. Да будет воля его святая. От него помощь да приедет. Совершенно напротив, лжесмирение поступает. Лжесмирение всегда перед высшим себя, не перед Богом. Смирение же универсально и ценно, и перед Богом, и перед людьми. Оно только для вида, для своей пользы, чтобы заметили его сагбенную натуру, начальник или батюшка. И это до времени, пока он не влезет повыше. Дальше он отыграется и возьмет свое с лихвой. Лжесмирение особенно у тех, кто имеет впереди что-то высшее и хочет через кого-то достичь этого. Или это номенклатура, или верующие через священников лезут на небо. Третья Маковейская, 2.16 Тогда всеведящий Бог и над всеми святы во святых, услышав молитву, смирение поразил надмивавшегося насилием и дерзостью, сотрясая его туда и сюда, как тростник ветром. Так что он, лежа недвижим на помосте и, будучи расслаблен членами, не мог подать даже голоса, постигнутый праведным судом. Не нужно бунтовать даже внутренне против того, что дано от Бога, как говорим природой, ни на красоту, ни на рост, ни на способности, или затворенное чрево для рождения. Третья Ездры, 9.45 И услышал меня Бог, рабу твою, после тридцати лет увидел смирение мое, внял скорби моей и дал мне сына, и я сильно обрадовалась ему, и муж мой, и все сограждане мои, и мы много прославляли Всевышнего. Сил нет. Ты уже осознал бессилие свое, осталось надеяться на чудо. Проревизировать свое прошлое, где не давал места Богу, теперь уже только Божие чудо подвинет тебя к жизни. Иудив 6.19 Господи Божий Небесный, воззри на их гордыню и помилуй смирение рода нашего, и презри на лице освященных тебе в этот день. Пре мудрости Соломона 2.19 Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Сираха 13.24 Отвратительно для гордого смирения, так отвратителен для богатого бедный. Иудив 9.11.16.11 Ибо не во множестве сила Твоя, и не в могучих могущество Твое, но Ты Бог смиренных, Ты помощник умоленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных. Тогда воскликнули смиренные мои, и они испугались. Немощные мои, и они пришли в смущение, возвысили голос свой, и они обратились в бегство. Сираха 3.19.20.10.18 Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным, ибо велико могущество Господа, и Он смиренными прославляется. Господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных. Псалом 149.4 Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Притча 3.34 Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Насколько выгоднее быть смиренным, чем гордым, горды бачить, настаивать на своем, перебивать другого среди речи, самоутверждаться обесчинием. Уже в этой жизни очень выгодно быть смиренным. Ласковый теленок двух маток сосет. Притча 11.2.29.23 Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость. Праведник, умирая, оставляет сожаление, но внезапно и радостно бывает погибель нечестивых. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Сафонии 3.12. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Люди могут посчитать смиренного безвольным, апатичным, не бойцом, но и истинная мерка у Бога. Лука 1.52. Низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Якова 4.6. Но тем большую дает благодать, посему и сказано. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5.5. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Римлянам 12.16. Будьте единомыслены между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Субтитры создавал DimaTorzok